Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас предпоследняя программа в этом году, и мы очень надеемся, что нам удастся вас развлечь. Итак, начнем. А начнем мы с Уильяма нашего Леви. Ну, во-первых, потому что новость, конечно, интересная, а во-вторых, потому что наш Аник Берман, сообщившую про то, что Вилли и Химена Наварет, посетившие новогоднюю телевизорскую вечеринку, демонстрировали там окружающим, что у них действительно более чем дружеские отношения. Так вот, на бедную Шаник навалились возмущенные фанаты Леви. Вообще не было в стиле таком. А ты сама видела? Да тебя там вообще не было. Цитируем только самое ласковое. Кроме того, одна из коллег Берман тоже присоединилась к дружному хору критиков и попеняла радиоведущей на то, что она сама не видела ничего, поэтому и не имеет права говорить таких вещей, которые могут быть использованы против Леви. Ну, в рассуждении того, что вполне возможно там раздел имущества грядет и все такое прочее, поэтому очень важно, кто, собственно говоря, был виновником развала отношений. Ну и так вот, неунывающая Шаник заявила, что не обязательно везде бывать самой, если у тебя есть друзья и информаторы, которые это все в красках и рассказали. Короче говоря, виноват не тот, кто явился на вечеринку, держа за руку девушку, которую обвиняют в разрушении семьи, а тот, кто это обнародовал. Ну, очень удобная, надо сказать, позиция. Делай, что хочешь, лишь бы публика не знала. Энрики Глессиас откровенничает, как ему стало хорошо после расставания с Анной Корниковой. Он говорит, наслаждаюсь одиночеством. Я долгое время не знал, что это такое. Ну да, 14 лет они были вместе. Ой, никогда не знаешь, как аукнуться твои поступки. Анна, вероятно, думала, что наказала Энрики, а оказывается, наоборот. Ну, как в том анекдоте про брошенного мужа. Помните, да? Один-один, совсем один. И сначала было вот такой печальный такие интонации, которые через минут пять перешли вообще в экстатический ор от радости. Ну, кстати, ходят слухи, что Анна ушла не только из-за нежелания Энрики жениться на ней, но и из-за его проблем с алкоголем. И что именно из-за этих проблем с алкоголем у него частенько срываются контракты. Что очень даже бьет по кошельку. Но не все могут похвастаться, что любят быть в одиночестве. Ну, вот, например, Хосе Альберто Кастро. Помним, да? Как он тяжко расставался с Анжелик Бойер. Но, оказывается, теперь он эту разлуку пережил и общается с симпатичной блондинкой по имени Хема или Джема Гаруа. Она учится в артистической школе телевизии и якобы уже три месяца встречается с Эльгуером. Ну, хорошо. Мы за Хосе Альберто переживаем как за родного. У него качество работы страдает, когда он в депрессии. Так что теперь на девушке лежит задача по спасению мексиканского телевидения в лице отдельно взятого продюсера. Не подведи. Арасиль Арамбула тоже недолго тосковала в одиночестве после утраты Себастьяна Рульей. По всей видимости, завела роман с 32-летним аргентинцем о Рассио Панчери или Панчери. Парень очень живописен. И неудивительно, что Арасиль обратила ногу в нем. Ну, сами понимаете, кого попало в модели, не берут. Ну, а сейчас он работает в Мексике и снимается уже во второй новелле. Говорят, что актерских данных у него в принципе не очень, но внешность на уровне. Так вот, сеньора Арамбула сказала, что их дружеские отношения переросли в более глубокие. И уже три месяца у пары полноценный роман. Вот так, товарищ Рулье. Еще посмотрим, у кого партнер круче. Будем надеяться, что на этот раз роман действительно будет полноценным, а не выставочно-карамельным, как предыдущий. Чем-чем, а самореклама Арасиль заниматься умеет и любит это дело самозабвенно. Опять же, нельзя исключить и рекламный ход. Ходили слухи, что блондинка хочет вернуться в Мексику, и ей нужен инфоповод. А чем не инфоповод такой вот бурный роман? Что касается Луиса и Мигеля, то Арамбула высказала ему огромную благодарность за самый большой подарок в ее жизни ее сыновей. А еще пресса начала писать, что Арасиль вызвала очень сильное неудовольствие команды Los Miserables, у которых и так плохое настроение, в смысле у команды у всей плохое настроение по причине достаточно низких рейтингов. А тут еще Арасиль стала опаздывать на съемки и один раз просто на них не явилась. Ну что, она, значит, хотела побыть с детьми, два дня не выходила из дома, а вся команда ее ждала. Ну, мало того, что пришлось штраф выплачивать за неисполнение графика, пришлось еще и продлевать съемки до 20 декабря. Вы сами понимаете, что у католиков начинается рождественский период, и у многих уже билеты на самолет были. Они уже договорились о встречах с семьями, с друзьями и так далее, и тому подобное. И вот из-за того, что некая дама захотела побаловать своих сыновей присутствием мамочки дома, пришлось все планы откладывать. Ну, благодарили, наверное, мексиканку последними словами. У коллеги Рамбулы Поновелли Айлин Мухики тоже были семейные неприятности, но тот, в общем, от нее как бы не зависевший. Ее отец Франсиско, капитан торгового корабля, был арестован на Гаити и почти месяц провел там в тюрьме в весьма жестких, прямо скажем, антисанитарных условиях. Ну, Айлин сказала, что там и мухи, и москиты, и помыться негде. И, в общем, он в такой обстановке даже есть не мог. Тем более, что то, что ему там давали в качестве еды, таковой назвать весьма трудно. В чем проблема? Дело в том, что когда он пришел на своем корабле на Гаити, то там, в общем, корабль был задержан. Задержан по необъяснимым причинам. О чем он и сообщил американским властям в Майами. Так вот, когда он второй раз уже пришел на Гаити со следующим рейсом, то его практически похитили и засунули в тюрьму. Ну, поймите вы и гаитянцев. Тут каждый вот жаловаться начнет, да? А всего-то на всего хотели, наверное, ну, пару сотен долларов в карман. Вот, а то сразу стучать вообще некрасиво. Ну, надо сказать, что шум, наверное, дочкой поднятой помог. Ну, и американские власти, скорее всего, не сидели сложа руки. И 12 декабря, как раз в день Девы Гваделупской, Франциско был освобожден. Чудеса в полный русск. Айлин даже сказала, что вот, это еще одна причина любить Мексику, потому что Дева Гваделупская, покровительница Мексики, она помогла выручить отца из узилища. Ну, что, поздравляем. И напоследок хотелось бы еще сказать о одной из самых известных латинских актрис, Габриэле Спанник. У нее день рождения был. Ей исполнился 41 год. Выглядит Габи шикарно. Надеемся, что в будущем году у нее будет очень хорошая роль, где она сможет себе, наконец, показать. Кстати, очень настойчивые слухи ходят о ее возвращении на теле в Монду. Ну, что было бы неплохо. Именно там она сыграла свои самые значительные роли. Ну, за исключением у Зурпадора, которая была снята в Мексике все-таки. Еще раз поздравляем. Желаем всего самого лучшего в новом году. Ну, и все. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok